Каждую неделю, отсматривая новости из Ордлом, мы реально в шоке от того, с какой скоростью там переписывают методички. Простой пример. Всего неделю назад новороссы прямо называли Беларусь токсичной и вражеской страной. Беларусь для нас сегодня токсична. Но стоило Баське на фоне массовых протестов обратиться за помощью к Москве... Всё будет хорошо, едут в сторону Минска, БТРы! ...как на всех новоросских каналах, Беларусь снова стала братской и хорошей. Цель это понятно, вбить клин именно в ту сторону. Откуда для жителей республики никогда не было угрозы, а только поддержка и взаимопонимание. Таким образом готовился Беломайдан. Очередной проект глобалистов. А потому в Донецке и Луганске занялись важнейшим для себя делом. Дискредитацией протестов в Минске. Картина происходящего всё больше напоминает украинский Майдан. Несанкционированные митинги, участие радикалов и, соответственно, провокации. Правда, с тем учётом, что с талантом у местных пропагандистов всегда были проблемы, смотрелось всё довольно смешно. Послушайте, например, кто, по мнению канала Луганск-24, составляет костяк протестующих в Беларуси. Из-за карантина тысячи молодых бездельников, шатающихся по Европе автостопом, зарабичан на польских клубничных плантациях, барменов, официантов, уборщиков, вернулись домой, в Беларусь. Мозги уже промыты и работают в нужном соросовском направлении. С клубникой в Польше у новоросов явно какие-то комплексы. Они вспоминают её везде, по поводу и без. Но дело же не в этом. В 21 веке людям на полном серьёзе рассказывают, что если ты работаешь барменом или в сельском хозяйстве, а в свободное время читаешь новости в интернете, значит ты предатель родины и бездельник. Сидели дома, на завод идти неинтересно, общение в сети 24 на 7. Подготовить почву для протестов при таких условиях несложно. То есть это не просто возвращение в совок, это тексты из серии «Привет, 53-й год». Тунеядцам грозило до пяти лет лишения свободы. Статью в Уголовном кодексе так и называли «тунеядка». Неработающих в основном вычисляли дворники, о чём немедленно докладывали участковым милиционерам. Ведь когда сейчас тебе рассказывают, что правильный гражданин должен работать на заводе? В час экс бездельники хлынули на улицу громить построенное поколениями тружеников. Вообще непонятно, смеяться или плакать. Особенно с тем учётом, что и рабочие на заводах Беларуси активно поддерживают протест, выгоняя Лукашенко даже с официальных встреч. Уходи! 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 Но мы же не зря вам говорили о максимальной глупости пропагандистов в Ордло. Оказывается, забастовку рабочих в Минске организовали всемогущие спецслужбы Украины. Украинские цирксошники под видом независимых профсоюзов продолжают рассылать рабочим заводам пламенные призывы не работать на власть. И вот удивительно, рассылка целевая, точно адресованная нужным адресатам. Значит, имеют доступ к базам? И людей, судя по истериям о сакральных жертвах, убивают тоже они. В том, что касается сакральных жертв, так называемых, есть один погибший со стороны протестующих, и до сих пор не очень понятно, откуда по нему стреляли. С другой стороны, этот бенефис безумия вполне себе можно объяснить. Ведь очевидно, что стараются недоросы не так в помощь батьке, как для себя. Никто не забыл, как, несмотря на угрозы оказаться на подвале, в Ордло бунтовали целые города. Нашу шахту «Никонор» новая, которая совсем действительно новая, закрывают. Она может давать очень много угля, закрываются рабочие места, нас сокращают. А потому дискредитация любых протестных движений стала приоритетной задачей для местного телека. Мол, смотрите холопы, если кто среди вас жизнью или еще хуже начальством недоволен, значит, его Америка проплатила. Да что там, они даже вот этого напрочь ватного профсоюзного лидера? До 2014 года Донецкая область датировала 14 областей Украины. А сейчас шахтеры, рабочие не могут прокормить свои семьи. Сарасенком назвали. Кстати, агент Васьковский, якобы несовесимый профсоюзный босс, тоже координировал с этой давней грантоедкой. С другой стороны, нельзя не отметить, что страхи говорящих голов в Ордло вовсе не напрасны. С каждым днем желающих бунтовать все больше. И вслед за шахтерами показать пасечнику с Пушилиным Кузькину мать могут уже фермеры. На полях кипит работа, агрономы вывели всю технику. Огромные комбайны с легкостью утюжат море овца, пшеницы и ячменян. Редкий местный канал на этой неделе не выпустил пафосный сюжет об успехах местных аграриев. Мол, рекордные урожаи, все рады и счастливы. Очень благодарны Дениске и остальным боярам. Жатва 2020 завершается. Внутренние потребности в зерне закрыты. Хлебом республика обеспечена. Но за всей этой пропагандистской шелухой скрывается реальное горе тысяч жителей Ордло, которых недореспублики заставили в прямом смысле выживать. Чтобы все понимали, что к чему, посмотрим на цифры. Вот это типа рекордный урожай. Слушаем и запоминаем. В этом году наши аграрии собрали порядка 410 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 315 тысяч тонн пшеницы. Это при том, что наша потребность с учетом двухмесячного запаса составляет всего 240 тысяч тонн. 410 тысяч тонн звучит немало. Но давайте откроем циферки за 2013 год и посмотрим урожаи до войны. По состоянию на 1 ноября 2013 года воловой сбор зерновых культур в целом по области составил 2,2 миллиона тонн. Больше 2 миллионов тонн, то есть в 5 раз больше нынешних типа рекордов. Даже с тем учетом, что боевики контролируют сейчас не всю, а половину Донецкой области, 410 тысяч тонн – это ничто на фоне сборов при Украине. И дело даже не в том, что фермеры разленились и стали меньше работать. Нет. Просто многим выгоднее вообще ничего не сеет, чем кормить не свою семью, а пушилу с подельниками. Больше всего по сельхозпредприятиям ударили два распоряжения о запрете вывоза сельхозпродукции. В связи с невозможностью вывозить сельхозпродукцию в РФ, сельхозпредприятия вынуждены продавать свою продукцию по очень низкой цене. Да-да, вы все верно поняли. Прикрываясь коронавирусом, МММщик запретил аграриям вывозить урожай в Россию. Поэтому единственный вариант получить за ту же пшеницу какие-то деньги – это сдавать ее в республиканские пункты приема. Где – барабанная дробь – цены в два раза ниже рыночных. Подсолнечник в РФ 24 тысячи рублей за тонну, в республике 14 тысяч рублей за тонну, на пшеницу третьего класса в РФ 14 300 рублей за тонну, в республике, согласно постановлению правительства, 9618 рублей за тонну. По ячменю цена в РФ выше на 93%. То есть фермер из условного старобешего от работы в сезон мог бы заработать куда больше, выплатить зарплаты рабочим, отложить на горючку на следующий год. Но вместо этого оказался в минусе. А вот кто заработает на его труде, мы сейчас покажем. Министерство агропромышленной политики и продовольствия уже строит планы на экспорт. Бинго! Оказывается, республика готова экспортировать зерно. Но понимаете теперь всю красоту игры? Не в меру упитанный глава вынудил фермеров сдавать урожай за копейки, чтобы теперь продавать его по рыночным ценам. Пушилин. ДНР полностью обеспечена пшеницей. Появилась возможность экспорта. Вот для кого республика строилась. Вот кому в русском мире жить хорошо. Но вы, холопы, не вздумайте протестовать, а то мигом станете сарасятами. Тем более подумаешь, Пушилин вас обокрал, да разве в деньгах счастье? Ведь главное это что? Верно, здоровье. А МММщик вон всю республику от коронавируса спас. Мы на нее возлагаем. У нас большие надежды. Речь, конечно же, о российской зарегистрированной вакцине. Договорился, понимаете, с Россией о поставке вакцины. А то у БСЕшники проклятые таскаются туда-сюда, и новоросов специально заражают. У одного из сотрудников СММ выявлена коронавирусная инфекция. Несанкционированные перемещения через границу этих господ рано или поздно должны были привести к такой ситуации. У БСЕшники любят наблюдать за меню популярных заведений общепита. А зараженный сотрудник наверняка много где побывал. Но знаете, что самое прекрасное в этой истории? А мы вам расскажем. Лично нас вот вообще не удивило, что вакцину первым делом Москва собирается передать как раз в Ордло. Как ранее комментировал Пушилин, Россия всегда приходила на помощь республике. Есть надежда, что и этот случай не исключение. Дело в том, что во всем мире к этой вакцине масса вопросов. Причем не только от США или Германии, как сейчас любят рассказывать пропагандисты. В это время находятся и те, кто, к сожалению, попытку спасения миллионов человек попросту политизирует. США и Германия, например, раскритиковали регистрацию медикамента. В Великобритании заявили, что Запад не даст разрешения для российской вакцины. Проводя при этом максимально смешные сравнения с космосом. Им кажется, все, что делает Россия, плохо. Правда, эксперты задаются вопросом. А как они тогда рискуют, к примеру, летать в космос на наших союзах? Об опасности российской вакцины прямо говорят специалисты ВОЗ, акцентируя внимание на том, что Москва так хотела переиграть Запад, что фактически не проводила клинических испытаний вакцины. ВОЗ пока не может оценить действенность российской вакцины от коронавируса. То есть риски огромны. Здесь-то им могут пригодиться никем не признанные новоросы. Препарат должен пройти предварительную квалификацию ВОЗ. Только после этого во Всемирной организации здравоохранения смогут дать ей оценку. Другими словами, в Кремле вполне могут испытать вакцину на тех, кого не жалко. Ведь в случае неудачных последствий именно в Ордло, это будет крайне легко скрыть. Собственно, поэтому мы очень верим, что прежде чем обкалывать медиков и учителей, вакцинацию пройдет лично Пушилин, Пасечник и остальные лидеры боевиков. Как говорится, пора полюбить Россию не только душой, но и телом. Субтитры создавал DimaTorzok